Дождь, не уйдет. В оздоровительном центре гимназии номер 6 легко забыть о бушующей на улице непогоде. Температура воздуха и воды по-настоящему летняя, плюс 29. Секция по плаванию заработала недавно, и ребята стараются не пропускать занятия. Мне нравится, что тут очень хороший учитель. Он нас учит очень хорошо плавать. Я уже почти научилась плавать. На задержке дыхания на ребенке. Они с удовольствием ходят. Дети, которые боялись воды, родители приходят, за руку ведут. Ребенок упирается и говорит о том, что я не буду, не хочу, и воды боюсь, потому что есть такие дети, конечно. После одного занятия, после двух максимум, они уже в 6 утра будут родители и говорят, мама, папа, я готов даже кашу съесть, но только пошли на физкультуру. Екатерина Евгеньевна учит ребят основам – держаться на воде и правильно дышать. Пока что в гимназии она единственный инструктор по плаванию. Бассейн капитально отремонтировали в минувшем году по программе модернизации школ. Десяти лет до этого он был непригоден для эксплуатации. Обновлена система водоподготовки, система внешних коммуникаций, крыши. Полностью заменено оборудование в чаши бассейна, а также приобретено достаточно большое количество оборудования, которое может использоваться как для плавания детей, так и в учебном процессе на занятиях физической культурой. Беговые дорожки, которые учащиеся могут использовать, велотренажеры, тренажеры для силовых упражнений. Всего на оборудование бассейна в рамках капитального ремонта потрачено порядка 7 миллионов рублей. Здесь занимаются юнормейцы, ученики среднего и старшего звена. Бассейн для учащихся младшей школы. И всё же именно плаванию 6-я гимназия уделяет особое внимание. Мы гордимся нашим выпускником Ильёй Бородиным, который является чемпионом России, вице-чемпионом Европы. У нас сейчас в гимназии порядка 20 учащихся, которые на более уже профессиональном уровне занимаются плаванием. И мы верим, что те малыши, которых мы сегодня наблюдали, получив основы начала плавания, продолжат свои занятия уже более профессиональные. После капитального ремонта все условия для этого есть. Инвентарь, комфортные раздевалки и душевые, строгий контроль температуры и качество воды. Для этого используют специальный реагент в виде таблеток. При взаимодействии с пробой воды он показывает её химический состав. Сейчас уровень хлора 0,1, уровень ПАШа 7,3. Государственная программа по модернизации школьных систем образования улучшает не только качество обучения, но и качество жизни учеников. Александра Савельева, Дмитрий Матёров, Брянск. Брянск.